ну и сначала спрошу у вас кем вы мечтали быть в детстве вот пока вспомните так так что я считала быть тетенька телевизоре мама сказала но я не знал не помню это но вот как-то похоже мечта сбылась я про себя расскажу давайте виктория да денис про меня слушайте я сначала хотел быть палеонтологом дин динозавров очень любил а потом я хотел быть рефери судьей в боксе которые знаете вот клиент занимался боксом нет но я им очень хочу но все решать серьезно мне почему-то хотелось быть какой-то период времени спортивным судей а сейчас вот на тебя посмотришь и кажется что ты занимаешься боксом никакими к сожалению нет к сожалению нет но никому не говори вот это можно было виктория что у вас в детстве я мечтала быть хореографом я так занималась танцами у вас отчасти тоже да и я как бы ну я все-таки не получила именно профессиональное образование в этой сфере потому что ну потому что были 90 всем было не до хореографии абсолютно моя мама сказала ты сошла с ума вообще какая может быть хореография в наше время надо быть или юристом или экономистом а так как очного не было юридического тогда факультета еще и поэтому я экономиста по своему первому образованию я запуталась вас вы вообще смотрите все поперемешали да хотел быть рефери он стал музыкантом и тут вот хореограф юрист и в итоге директор телеканала ладно у вас четкие понимания о том кем вы хотели быть а кем сегодня хотят дети быть вы знаете ну наверно наверно что-то связанное с интернетом блогеры и прочь прочь большая часть детей сегодня хочет быть блогерами а соответственно огромная проблема сейчас появилась в следующем потому что психологи и педагоги бьют тревогу дети хотят быть блогерами и не хотят учиться не считаю что высшее образование для этого не нужно и кстати есть подтверждение в одной из популярных телепредач одна из певиц четко сформулировала эту позицию давайте посмотрим что она говорит это люси чеботина то что валя очень сделать глобально большую ошибку уйдя учиться в мгу уже окончил мгу это была твоя самая большая ошибка в жизни что вы решили потому что я сейчас объясню у этого прекрасного человека был выбор он мог пойти учиться на музыканта оставаться в тренде шарить за музыку понимать что сейчас актуально расти набираться опыта но он посвятил несколько свои прекрасные лет жизни высшему образованию можно было посвятить несколько лет высшему образованию музыкальному валя жил музыкой любил петь сайт и у него это прекрасно получалось но эти года не по его специальности я считаю его вели не в ту дорогу ну вообще вы поняли да что это член жюри одного из шоу талантов а это человек который стоит на сцене то есть он исполнил песню ей не понравилось и она сказала что вот таким образом то и надо было поступить учеба в мгу это ошибка вот кстати вы как этому относитесь высказывание я категорически не согласен я конечно не понимаю в каком контексте это все звучит но весь контекст и показали что нужно было шарить за музыку и музыка заниматься хорошо шарик ты не согласен виктория но я тоже не согласна потому что мы не знаем ну например для меня как для матери которая наверное по как-то повлияло на этого героя и в плане получения его образования ты не знаешь что будет дальше пройдет какое-то время и я не верю что любые знания они могут быть лишними знания никогда не могут быть лишь но дети так сегодня не считают поэтому я предлагаю позвать сюда к нам студию эксперта психолога кристина гончаренко кристина заходите к нам потому что кристина очень много общается по своей роду по своему роду деятельности с детьми кристина здравствуйте вот вы кстати посмотрели видео фрагмент вы согласны с этим делом то что высшее образование человеку не нужно было если он собирается шарить за музыку присоединюсь к денису абсолютно категорически не согласна потому что высшее образование это гораздо больше чем просто получение каких-то профессиональных знаний это также определенные как сейчас называют софт скиллы которые очень необходимы человеку для того чтобы как-то в дальнейшем ему было легче и тип ну идти по жизни это одна из целей родительства чтобы ребенку было полегче кристина смотрите это мы с вами сейчас по взрослому так разговариваю но вы общаетесь с детьми и подростками вот и мне кажется эти слова они где-то на каком-то птичьем языке то есть они вот слышат о учебовым гу не нужно я тоже как считаю и вообще я собираюсь быть блогером кому из блогеров нужно высшее образование дани милохин двух слов связать не может по моему личному сугубо личному мнению вот но он популярный там никогда был человек да и получал много денег это вот то что говорят дети что вы на это скажете и как их в обратном убедить с первого сразу скажу с первой консультации переубедить ребенка достаточно сложно особенно если уже сформировалась позиция которая навязана я бы так сказала сейчас интернетом соцсетями и это массово транслируется очень жаль что не транслируется немножко какая-то другая сторона медали мы как-то побежали в другой полюс но важно формирование критического мышления у ребенка о том чтобы он понимал что то что сейчас происходит не всегда абсолютно верно то есть то что сейчас происходит в молодежной среде в соцсетях может оказаться в будущем не совсем нужным то есть ситуация изменится вы про это я говорю да правду что ситуация изменится и почему если бы высшее образование не было нужно то как так получилось что миллионы людей и в нашей стране и за рубежом так мечтают получить это высшее образование и люди берут кредиты на это и берут по собственному желанию значит в этом есть какая-то ценность и это уже говорит про то что абсолютно обесценить высшее образование невозможно и здесь уже с ребенком с подростком мы разговариваем вторая третья консультация и вы установите с друзьями уже можно вот наверное я бы не сказала друзьями но вы же все равно подождите вы общаетесь с ними по-дружески правильно то есть они это воспринимают вас как друга или все-таки как не как друга есть дистанция есть дистанция определенная во-первых возрастная во-вторых я хотел спросить кристина сколько лет подросткам или детям которые к вам приводят а у меня от 14 лет от 14 я работаю с подростками от 14 лет но в принципе можно и младше а бывали такие примеры или как там сейчас говорят кейсы когда мама или папа приводили к вам ребенка мальчику девочку которому лет 17 и говорили ему там по идее через год куда-то поступать не хочет поступать было такое у вас конечно что делать первую очередь понять почему не надо потому что за вот этим не хочу могут стоять какие-то сложности и проблемы там может стать эмоциональное выгорание потому что школа скучная неинтересная учителя преподают как-то очень вязко и невкусно там может стоять усталость уже сформированная долгим там может быть запуганность если не сдашь экзамен все твоя жизнь дворник этот мифический образ дворник а бомжами мы им всем говорим ты станешь бомжом мне говорили дворником дворник обалдеть вот вот либо дворник хотя нужно уважать эту работу которую делают люди это не просто а по и и вот туда же еще и бомжом ты не говорили что ты станешь бомжом если не будешь учиться но на самом деле то что сказала кристина я ее прекрасно понимаю я скажу честно я терпеть не мог школу мне не нравилось учиться что учился как-то ну вот не очень хорошо меня в 10 классе со школы выгнали но я пошел в другую школу закончил 11 класс поступил в университет после этого вот и в университете было потрясающе я когда поступал в университет мне друзья отца более взрослые мужчины говорили денис пять лет в университете это пять лет лучше твоей жизни так и было нет нет даже не так стоп да но поверьте сейчас еще лучше и это чья вам клянусь это все благодаря вот тем пяти годам в университете вы тоже верно сказали учиться по сути не только специалисты взаимодействия все прочее так что я я вас понимаю и ты тот самый ребенок который не хотел учиться в школе но потом все у него как хорошо сложилось кристин еще один момент до вас на прошлый день на этом кресле сидела начальник управления образования города хабаровская она и когда спросила ее какие сейчас дети вот вы можете там в целом сказать что инфантильные может быть там они не думающие как мы о своем будущем когда-то вот она сказала они очень разные кто-то хочет в мгу поступить а кому-то ничего не надо вот что вы можете сказать из вашего опыта общения с ними я поддержу начальника управления образования не действительно очень разные и кто-то с амбициями кто-то хочет поступать а кто-то также говорит что нет я сначала пойду по работе или мое любимое желание лежать и ничего не делайте чтобы деньги на меня сыпались но здесь действительно больше про такие фантазии так сожалению не сыпется потому что реальность такова не посыпется и мы про это с подростками с детьми разговариваем что ну не случается очень очень жаль давай поплачем вместе об этом но продолжаем дальше учиться трудиться и так далее что я еще замечаю они эмоционально сейчас мне кажется даже больше по подкованы и больше лучше знают себя как некоторые чем некоторые взрослые они очень хотят чтобы их эмоционально понимали принимали и слушали и слышали и допустим если говорить про авторитеты до в школах то сейчас просто на заехать на ут убеждений старших нужно уважать уже не получится необходимо чтобы ребенок слышал уважение к себе и чувствовал это и он в ответ будет это давать это кстати на консультациях работает чем искренне и с уважением мы относимся к тому что говорит маленький человек тем легче он раскрывается большая проблема вот сейчас вы ее затрагиваете у нас то было как уважает тебя учитель не уважает ты должен его уважать уважать молчать беспрекословно выполнять все а теперь с ними это не работает потому что ведущей раньше направленностью было послушание а сейчас нет уже послушание не такой важный компонент показать это все чтобы они тоже понимали что если они чувствуют что дети чувствуют что их не уважают а чаще всего так и бывает и поэтому идет этот протест кристина еще один момент который я хотела с вами обсудить это отсутствие самоцензуры в соцсетях дети хотят быть блогерами вы уже слышали да мы обсуждали это и они все подряд снимают все подряд выкладывают как вот им нам донести что это опасная история но вообще доносить необходимо с самого начала ну то есть мы получается сейчас видим первое поколение которое столкнулась технологиями и социальными сетями но самого-самого детства ну вот он начинает расти мы еще не видели поколение которое полностью прошло этот цикл с рождения до смерти и начинаем сталкиваться с тем что действительно нарушаются границы то есть мы почему-то маленьких детей с тем что нам уже знакомо мы их учим плохо хорошо красный цвет стой зеленый цвет иди правила дорожного движения мы все объясняем мы показываем кто свой и чужой все сейчас знают про правила трусиков примеру да для детей что такое это когда мы ребенку объясняем что в зоне бикини тебя не должен трогать никакой чужой ты не должен позволять чтобы эти места без своего разрешения кто-то касался рассказывать об этом родителю обязательно то есть это элементарные правила поведения с чужими вот мы же их учим свой чужой вот это мама это мамины подружки папины друзья этих ты знаешь дяди тети границы есть а есть чужие которые с которыми необходимо вести себя по-другому там другие правила и сеть интернет приблизительно то же самое это тоже границы свой чужой сколько я могу себе позволить сколько нельзя и поэтому прежде чем учить этому взрослый сначала должен понимать сам какие есть опасности в интернете он должен сам знать что такое кибер мошенничество кибер буллинг знать какие программы необходимо скачивать в телефон для того чтобы не были закачаны антивирусные программы какие у нас сейчас есть родитель какой родительский контроль от чего он защищает и зная во первых защиту во вторых что грозит с детства начинаем ребенка приучать то есть мы же ребенка не отпускаем сейчас через дорогу просто так не объяснив да не объяснив но ты иди пожалуйста нет мы же потом ведь держу тебя за руку и мы совместно с тобой проходим эту зебру на положенный свет смотрим право налево в интернете то же самое как только если семья принимает решение что ребенок погружается в этот виртуальный мир и мы даем ему возможность то мы берем его за руку и начинаем вам показывать что можно что нельзя на что обратить внимание но все это конечно не слушает вот конечно отлично почему еще не слушает стопроцентной гарантии конечно же не будет это так наши так то что мы все наши действия то что мы учим это мы надеемся что ребенок также как и правила дорожного движения будет соблюдать но может быть конечно что-то может произойти важно для того чтобы если что-то произошло предотвратить это важно чтобы ребенок имел эмоциональный доступ к какому-то взрослому но у него была возможность с ним поделиться и мог с ним поделиться потому что все эти правила просто в назидательной форме без не национальной привязки не работают кристина важных вещах сейчас говорите к сожалению ограничено время нашего разговора но я уверена что мы еще продолжим эту тему в следующий раз но вот сейчас важная вещь прозвучать прозвучали разговаривать с ребенком и делать это заранее конечно чтобы предупредить а не потом уже последствия расхлебывать спасибо большое увидимся после короткой рекламы